Шалом церковь, община. Это глава, это недельное чтение. Оно о событиях, о очень интересных событиях. Как раз Бог, Он сделал все необходимое, то есть сказал все, что хотел сказать о том, что должен делать Его народ. И уже в заключении, когда Он уже сказал Моше, чтобы Он их пересчитал еще раз. Они, чтобы не нарушить уже установленные слова Богом, должны дать за себя выкуп. И как заключение, Моше, Он поднимается на гору Синай, для того, чтобы получить эти скрижали, на которых Бог высечет заповеди. Народ уже, еврейский народ, уже получил все указания, как должна выглядеть скиния, что должно быть, и какие должна быть утварь в этой скинии. И вот осталось получить скрижали, и начнется этот этап, когда Бог, он будет с народом, в скинии приходить, он будет упоклоняться там, народ. Моше ушел за этими скрижалами, и Моше азов от Ам, он уехал для обисти, и у него не было дни сорок, учитывая второй опыт, который сказано, когда он пошел за ними опять. Он не был на немцем в Ам в порядке 40 дней. Он пошел без еды, без воды. Он уехал без охраны, без мим. И естественно, за такой срок, Народ просто не знал, что делать, куда пропал Моше, столько дней нет. И Моше начинал, и что делать. И они пришли к Аарону, и сказали, что мы не знаем, куда пропал этот Моше, человек этот, сделай нам Бога. Точнее, не сделай нам Бога, а сделай нам видимо, как бы изображение того, кто вывел нас из Египта, и кто поведет нас дальше. Таасе לנו, в принципе, что мы можем увидеть, и доказать ему, что он уехал от нас, и это видно в 32 главе, с 1 по 6 стих. Люди видели, что Моисей все не возвращается с горы. Тогда они обступили Аарона и потребовали от него. Сделай нам Бога, который поведет нас за собой. А этот человек, который вывел нас из Египта, Моисей, мы не знаем, что с ним случилось. Аарон велел им, выньте серьги из ушей ваших жен, сыновей и дочерей, и принесите мне. Люди вынули из ушей золотые серьги и отдали Аарону. Аарон взял их, переплавил, сделал статую тельца, и люди сказали друг другу, это Бог твой Израиль, это Он тебя вывел из Египта. Увидев это, Аарон воздвиг пред тельцом жертвенник и провозгласил, завтра праздник Господень. На следующий день утром они принесли жертвы, всесожжения и пирственные жертвы, потом стали есть и пить, апостоли принялись вовсю веселиться. Странные события, Аарон, который должен был быть священником, и он поднялся на роду, и создает для них тельца. Он поднялся на роду, и он делает для них тельца. В некоторых тельмудических текстах говорится, что он просто кинул это золото в огонь, и оттуда вышел тельц. И мы видим, в некоторых местах, в Телмуд, что он просто зерк от каждого зоя в огонь, и оттуда вышел в огонь. Но что случилось? Почему народ, который видел такие чудеса, который шел и видел, как Бог рукою своей и выводит их из Египта, вдруг бросили его, грубо говоря, и сделали какого-то тельца себе? И здесь все очень понятно. Становится, когда мы понимаем, где жил израильский народ такой долгий срок. Они жили 100 лет в Египте, и уже ассимилировались там. Они знали, что у них есть Бог, Бог Авраама, Ицхак и Иакова, но они не знали его лично. Они не понимали, потому что они 100 лет видели, как поклоняются Египтеане богам, как это выглядит. Они не знали, как поклоняться невидимому богу. Они не знали, как их лечить от Иллюи. Они только знали, как их лечить от Мецре. И пока их вел Моисей, они видели, что Он знает, как надо делать. И когда Моисей оцелил от Мицре, они видели, как Моисей знает лечить от Иллю. И возможно, когда Он нам сделает кого-то, кому мы будем поклоняться. Они думали, что Моисей, в текущем, они могут лечить от Иллю. Все проблемы у них из-за того, что они вышли из Египта, но свой разум они не обновили. не обновленный разум принес за собой все, что они взяли из Египта. Понимание как поклоняться, понимание как жить, как поступать с другими. И это самая главная проблема, она даже у нас в жизни. Мы приходим к Богу и говорим, вот наша жизнь изменилась. Но в итоге мы используем все тоже, подстраиваем все, что мы знали, все наши знания, которые есть у нас в голове, мы подстраиваем под отношения с Богом. Но в общем, в каждую жизнь в нашей жизни мы работаем в этих элементах в этих элементах для новых знакомых. Нас учили где-то в жизни, знакомые, учебные здания, и мы это применяем. Кто-то занимает от нас в прошлом, в наших элементах или в каких-то моседах, и мы работаем в этих элементах мы не знаем, что может быть по-другому. Мы не знаем, что может быть по-другому. И мы продолжаем упрямиться. Мы не желаем меняться, потому что мы не знаем, мы боимся меняться. то же самое произошло с израильским народом. И это происходит. И Бог сказал, Моисея, что я вижу что этот народ упрямый. И Господь сказал, что я вижу обещал, что он выведет великые народы из него. И он вполне устраивал один мосед, который он может вывести еще заново народ. И Моисея дай сипак от него, потому что Моисея был нанимен, и он хотел получить ману огромный народ. Но Моисея отказался, он сказал, лучше и меня тоже он нестеркнул с ним, чем весь народ погибнет и остался один. И Моисея сиревл на рацион и сказал, что он нестеркнул с ним, когда я остался в нем. Конечно, Бог не мог уничтожить его, иначе в своем обещании он нестеркнул. И из Авраама не вышел в великой народ. И, конечно, Иллюхи не хотела леологить Моисея и так же его не будет снижать. И ради него и ради имени своего, Бог, он не уничтожает народ. И, что он не уничтожил на народ. Очень важно что если упрямство оно приносит в нашу жизнь грех, то мы должны понимать что мы все равно ответим за этот грех. Мы должны понимать, что если мы продолжим быть икшим и нукшим и мы берем путь на жизнь, то мы нитянем это Дин. Кто-то на суде перед Богом, но кто-то уже может ответить за это при жизни. Кто-то нитянет Дин после Иллюхи, или кто-то может дать в жизни в жизни. Итак, во всем как хотите чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Как вы хотите чтобы люди отнягут к ним, так вы и отнягут Матфея 7.12 Это тот же урок для нас как поступать, как делать, чтобы в твоей жизни приходили благословения, а не проклятия. Это важный как мы должны получить в жизни чтобы получить грех который в нас он не стал потом нам суждением. Чтобы находиться в Тухе и не спорить от нас в жизни. Важно обновлять свое мышление и стремиться больше доверять Богу. Мы должны нам не халтурить а все-таки начать вкладывать наших детей. Ведь то какое будет их мышление в будущем зависит от того что они получат сейчас. Если мы доверим их воспитание этой системе то она их научит. и их поклонение будет поклонение невидимому Богу. Их поклонение будет тому что они увидели в этом мире. Мы поклоняемся сейчас много чему. Деньги. Телевидение. Кто-то поклоняется играм. Кто-то поклоняется мнению других как о нем подумают и другие зависимости которые дает нам этот мир. Это по сути золотой телец нашего времени. Никто из тех кто поклонился тогда телецу не остался в живых. кто-то 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 не остался в жизни. Нам нужно помнить об этом. да, мы живем во времена когда уже Новый Завет действует и благодать она покрывает много. Но если мы помним о том что произошло тогда мы не захотим рисковать. Може позвал когда он спустился он позвал к себе и сказал кто Господень подойдите ко мне. Подошло все колено Леви. Он сказал возьмите мечи и пройдите по Стану. И он не просто на самом деле убивали они всех кого попало под руку. И он не отвергал от каждого кто приехал к дыркам. За день до этого он дал выпить воду с размолотым телцом которого он сжжок и засыпал туда пепел от него. Я думаю что все кто поклонился телцу это было явно видно на них после того как они употребили эту воду. Я думаю что каждый кто Мы просто прошли и убили тех, кто... Бог показал, кто из них поклонился и в сердце, и в разуме своем телеце. И люди просто открыли, увидели этот симметр, и просто открыли от кого-то, кто пришел в Эггель Азов в их обучении, или что-то физическое. Это было не весь Стан. В Стане было где-то 603 тысячи с лишним человек. Это было не كل им. В каждом им было 633 тысячи. Было, умерло в тот день около 3000. И в этот день умерло около 3000. Это сравнительно небольшое число, по сравнению с тем, сколько их было. Но грех он пал на весь народ. Потому что они видели, как они грешат. И не исполнили то слово, которое было им дано от Бога. И не ответили на то, что Бог сказал. Бог сказал, «Всякий кто приносит жертвы богам, помимо Господа, должен быть предан за клетию и уничтожен». Они подписались под каждым словом, но не исполнили его. Они нарушили договор с Богом. Но Бог не нарушает свой договор. Поэтому мы сейчас имеем благодать. Поэтому мы сейчас имеем гораздо больше шансов, чем они. Но если мы не будем работать над обновлением своего разума. Не стремиться изменить что-то. То итог у нас будет примерно такой же, как у них. Мы сами не в состоянии обновить свой разум. Это невозможно человеку. Но Бог дал нам Духа Святого. Надо нам просто почаще иметь с ним связь. И Он нам поможет измениться и стать действительно достойным. Амин. Амин. Мы имеем correct procureисто. Он почаще имели с 105 лампада. Продолжение занес в течение 60,000 в в Acho. Здесь изменилось неразначным. Амин. Мартьев. Памы. Памы am. except сказать никак не высокоило. Памынер. Предтribые гай и нас виклавица.